Как назывался Новый Винадо... Винадольск? Ну вот, мы покинули наше пристанище в Новом Винадольске и направляемся в архипелаг Литвицких островов. Это группа островов... А, озера, точно! Литвицкие! Литвицкие! И направляемся в архипелаг Литвицких озер. Эти озера примечательны тем, что там их много и они все связаны водопадами, по сути. Должно быть красиво и интересно. Надеюсь, будет не слишком людно. Сегодня вообще намечается достаточно сложный и длинный день, потому что нам надо проехать много и доехать до самого Сплита через этот заповедник Литвицкий. До Литвицкого заповедника около двух-двух с половиной часов езды, потому что дороги узкие. И от Литвицкого заповедника до Сплита уже более трех часов. Так что, возможно, мы приедем уже в сумерках. Очень, очень хотелось бы сегодня искупаться, потому что вчерашний опыт был просто изумителен. Я так остасковался по этой холодной водичке, особенно морской. Думаю, у Саши сегодня есть шанс искупнуться. Ну ладно, мы будем ехать осторожно, спешить никуда не будем по-любому. Наш путь пролегает по очень безлюдной дороге. Тут немалые перепады высот и очень резкие такие завитушки. Сто километров по таким дорогам, конечно, может быть утомительно. Кажется, мы заехали достаточно высоко по меркам этого региона, если здесь уже стоят такие ветряки. Ветер, да, тут приятненький такой, прохладный. Освежает слегка. Вот мне интересно, эта дорога вообще обычная для туристов, которые едут на те озера. Это очень интересно. Ох, какая красивая дорога. Здесь так чудесно пахнет этими кактусами. Этой сухой травой или что, тут так пахнет вкусно, но я хочу себе это. Уху! Красота! Примечательно, что здесь место есть Вилюн Приморский. Хорошо похоже тут на этого Вилюна. Все виляем и виляем. Но Приморский это, наверное, вообще такой Вилюн, которому равных нету просто. А сейчас не Приморский, сейчас просто Вилюн. Нам еще ехать просто дофига вот по этому Вилюну. Эта польская трасса 100 поворотов вообще была не Вилюн никакой по сравнению с этим Вилюном. Вилюн. Надо вообще посмотреть по навигатору, точка еще актуальна или вообще что-то там стоит. Стоит не то. Обычно такие мысли приходят, когда уже полпути пройдено. Ну хоть покрытие хорошее. Без ям всяких. Как хорошо знать, что здесь еще люди живут. Иногда в некоторых местах хоть. Еще как хорошо знать, что у тебя полный бак и много воды. Уже чем-то похоже на Польшу. Это что, мы высоко, значит, как-то? Я думаю, что растительность такая стала умеренная. О, ничего себе, елочка красивая. Так. В самый раз настал момент, когда хочется проехаться по более прямым дорогам. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Вот эта дорога. Ааааааа! Субтитры подогнал «Симон» Короче, стоит чуть ли 35 евро, чтобы пройти. Вон какая куча народу. Мы попробуем бесплатно пройти. Если не получится, поедем обратно, потому что это вообще обдираловало. А то, чтобы посмотреть какие-то эти водопады с таким количеством народу вообще очень, я считаю, слишком дорого. На корабликах я тоже не хочу плавать. Короче, мы перелезли через забор. Надеюсь, это и был вход. Все равно, стоит попробовать. Да, походу там сзади будка, где билеты проверяют какая-то. Но если так все просто, тогда стоит вот сюда спускаться. Посмотрим, что будет дальше. Может быть, там будет обыск. Где твой билет, парниша. Я прямо чувствую запах водопада и шум. Надеюсь, мы что-то увидим перед тем, как нас выгонят отсюда. Вот, мы уже на озере. Уже виден один водопад. Даже два. Хорошо хоть размять ноги. Тут очень прозрачная вода. Чистейшая. Так хочется искупаться. И рыбы плавают. Вон, тут уже водопад виден. Небольшой, но все же. Тут же что-то. Спускаемся в пещеру. Ура. Темная пещера. Кто-то застрял. Как тут выбраться обратно? Ого. Можно. Осторожней. Хуже. Это выход. Не люблю пещеры. Ну, вот уже что-то напоминающее водопады. Хуже. Дальше. Дальше. Поехали. Не знаю. Дальше. 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 я пока даже не могу точно сказать если бы мы купили билеты стоило бы стоило бы сюда идти или нет честно говоря даже без билетов у меня такое сомнение есть там каной затоплены настолько перегружено народом просто не протиснуться как обычно никакого единения с природой просто пробежаться пофоткаться вот кажется это самый большой водопад я стараюсь так быстро все успеть потому что первое сейчас уже о пятого нам еще хоть 300 километров то второе или может это есть первое то саша устала и ждет меня вот где-то в той стране вот иду до саши саша сидит отдыхает саша отдохнувшаяся ну вот практически дошли обратно ну что можно сказать стоит ли сюда идти бесплатно стоит конечно платно я думаю что нет не стоит это это слишком завышенная цена они по сути за деньги показывают людям то что как бы принадлежит всем людям поэтому честно и не маленькие деньги если сравнить с теми же норвежскими водопадами то норвежские выглядит как гораздо грандиознее скажем так и за них не требует никакие деньги чтобы посмотреть там даже по лавку можно поставить рядом вот так сейчас скоро поедем нам еще ехать километров 300 я уже забыл сколько но в общем до самого до самой темноты до сплита ехать перекусить надо будет где-то тоже по дороге поели в каком-то придорожном заведение за сказать чтобы очень вкусно нельзя вообще сказать чтобы вкус надо заправиться заполнить бак и воды взять тоже на полный бак потом уже ехать осталось двести сорок один километр вот это красота тут вечернее освещение настолько все преображает поразительно что Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 И тогда ездить на закате это точно одно из них. Так клево! Какой-то подозрительный туман справа. Темный. Я не знаю, это дождь или это просто нормальный южный вечер. Не хотелось бы сейчас промокнуть. Так хорошо идёт. Просто настолько классное местное радио, что хочу его с собой. На мотоцикле классно ехать по автобану и слушать радио. Можно подпевать, подтанцовывать и никто не услышит никогда. Почти приехали. Ууу! Ну вот, едем по Сплиту. В темноте, конечно, совсем другое дело тут распутывать эти запутанные развязки. Движение, притом, не самое спокойное. Пока справляемся. Это, наверное, очень красивый город, если посмотреть на него днём. Завтра его увидим. Завтра вообще мы планируем сделать день без мотоцикла. Ну вот, подъезжаем к нашим покоям. Только... Только я точно не знаю, какая улица. И забыл, какой номер дома. Может, так вот найдём что-нибудь. Улица... Вот это вроде Масорск. То ли Масорск, то ли не Масорск. Так... Будем полагаться на интуицию. Мы живём в пригороде Сплита. В таком райончике. Тут такой вид. Вон, собственно, наш домик, где мы живём. Там тесно и потно. Во всём городе очень потно, конечно. Сегодня был очень утомительный день отдыха. Не люблю дни отдыха. Вот, закупили продуктов. Чуть-чуть покушать. Завтра отправляемся, наверное, в Дубровник или ещё дальше. Вот этот сегл тут тоже отдыхает. Наверное, устал. Сегодня мы гуляем по городу Сплит. И набрели на Кафедральный собор. Очень величественно выглядит. Это, по-моему, единственное, что здесь по-настоящему понравилось. В основном, это очень туристический город и вообще не протиснув всё. Но вот это сооружение просто поразительной красоты. Так, это очень круто. Но это очень круто. Так. Спасибо. Це был очень янтемный. Субтитры подогнал «Симон»